Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо большое, что вы пришли на вебинар «Цифровые технологии» для преподавания гуманитарных дисциплин. Я надеюсь, что среди нас не только гуманитария, но, скорее всего, нас, гуманитариев, большинство. Спасибо большое за огонечки. Они сигнализируют, что вы меня слышите и видите, все в порядке у нас в технической части вебинара. Для знакомства я хочу попросить вас написать в чат вашу специальность, чтобы мы с вами увидели, в какой компании вы собрались, кто вы по специальности. Может быть, у вас их несколько. Я филолог, преподаю историю зарубежной литературы и ораторское искусство более 25 лет. И сегодня я хочу показать вам примеры из собственной практики. Приблизительно с 2015 года я начала потихонечку внедрять электронные, как тогда назывались технологии, в свою практику преподавания. И вот сегодня расскажу вам о том, что у нас со студентами за примерно 10 лет получилось. Так, спасибо за ответы. Я вижу, что у нас есть библиотекари, у нас есть музыканты, если можно так сказать обобщенно, преподаватели английского языка, маркетологи, и, надеюсь, вы сейчас еще Нелли Мухаддинова, филолог, конечно же. Это моя выпускница. Мы сегодня о ней, о ее работе еще поговорим в конце. Нелли, не пугайтесь, это о статье по виртуальным жанрам. Психологи. Здорово. И пока я не вижу, чтобы среди нас были фармацевт. Очень здорово. Но не вижу пока среди нас технорей или инженеров, или представителей точных наук. Хочется вспомнить, наверное, вы слышали о том, что издавна существует, из середины 20 века существует так называемый спор физиков и лириков. Поэт Борис Луцкий написал о том, что физики в почете, а лирики в загоне. И не все, наверное, знают, что у этого стихотворения знаменитого есть продолжение. Автор Борис Луцкий через несколько лет написал о том, что физики не думайте, что лирики просто так сдаются без борьбы. И вы видите на слайде иллюстрацию, которую создал искусственный интеллект. Я загрузила в качестве задания как раз-таки вот это 4 стиши с Луцкого. И посмотрите, что искусственный интеллект нам нарисовал. Я так понимаю, что физики с завистью и уважением, и тоской следят взглядом за лириками, которые обогнали их и улетели куда-то к луне, куда-то в область высоких цифровых технологий. Это все, конечно, такие смешные, может быть, моменты размышления, но в целом я часто сталкиваюсь с тем, что гуманитарии думают, цифровые технологии не для них, это для математиков, для физиков, для айтишников, а что мы можем делать с литературой, с музыкой, с географией на своих занятиях. Вот об этом я хочу сейчас рассказать. Ну, я надеюсь и уверена, что и физикам, и математикам информация сегодня, которую вы услышите, тоже будет полезна. Классическая структура. Я хочу рассказать, чем мы сегодня будем заниматься. Начнем с терминов и очень кратко обзор литературы, буквально то, что вам пригодится для того, чтобы этой темой заниматься дальше. Практическая часть – это цифровые технологии для создания наглядных средств для занятий, цифровые технологии для того, чтобы осуществлять гибридные формы обучения. И четвертый пункт – это как раз объединение наглядных средств гибридного обучения, потому что студенты выполняют творческие задания, это педагогическая часть, а то, что вы потом эти задания, результаты их работ можете использовать как наглядный материал – это как раз второй пункт. И в конце я расскажу о своем детище, о книжном клубе «Цифровая гуманистика» и о том, что же в этом клубе будет происходить. Итак, начнем с обзора, как я уже обещала, очень краткого литературы и терминов. Знакомство с современными, с новейшими публикациями на эту тему говорит о том, что есть самые разные формулировки цифровых технологий, если все это сводить к какому-то широкому обобщению, то цифровые технологии, они невозможны без интернета. Если мы с вами в преподавании зависим от интернета, вот он есть, состоится, то, что мы придумали, интернета нет, значит, мы будем работать как-то иначе, мы используем цифровые технологии. Цифровые технологии можно использовать, как вы видели, в плане вебинара при создании каких-то роликов, скринкастов и так далее, и так далее, то есть вспомогательный наглядный материал. Цифровые технологии можно использовать для того, чтобы выбрать форму проведения занятия. Это может быть гибридная форма, это может быть онлайн-занятие, оффлайн-занятие. И, кстати, недавно услышала новый термин. Оказывается, если мы с вами, преподаватели, находимся в аудитории и вживую ведем занятия, то это называется лайф-преподавание. То есть мы вживую работаем, лайф-преподавание. Вот новый термин. На этом слайде я собрала то, что рекомендую для, именно гуманитариям для того, чтобы заняться цифровыми технологиями, что-то новое узнать, в чем-то убедиться, что вы на правильном пути. Я постаралась отобрать самые свежие публикации, потому что в мире цифровых технологий меняется все просто каждые полгода, а с появлением искусственного интеллекта просто каждый месяц появляется что-то новое, появляется что-то потрясающее, что делает привычные технологии, которые еще пять лет назад использовались, уже какими-то устаревшими, и хочется вот идти вперед. Здесь, в этом списке, хочу обратить особенно ваше внимание на ссылку на конференцию в РМИЕ-24, это виртуальная реальность современного образования, которая прошла вот буквально на прошлой неделе. Я слушала доклад Ирины Александровны Купцовой, медиакультура педагога. Но в целом вы можете увидеть, если пройдете по ссылке записи этой конференции, и увидеть много интересного, послушать. Можете и про искусственный интеллект тоже, и про цифровые технологии тоже. И хочу обратить ваше внимание на учебник Светланы Владимировны Титовой. Вот, 24-й год, обновила она издание 17-го года. Светлана Владимировна занимается давно электронными технологиями, и я вижу, что у нас много преподавателей присутствует на вебинаре иностранных языков. Вам в первую очередь будет это издание полезно. Какие цифровые навыки считают необходимыми для современного преподавателя? Посмотрите, пожалуйста, вот пять навыков, со всеми ли вы согласны, и, может быть, вы отметите какой-то для вас самый важный из этих пяти. Искать информацию в сети, конечно же. Мы те, кто знают, каким источникам можно доверять, каким нет. Я помню, на заре появления Википедии ей доверять было совершенно нельзя, а сейчас её уже даже я вижу иногда в ссылках в научных статьях. Это удивительный прогресс, потому что я помню, как когда-то лет 15 назад я читала в Википедии статью по Вольтеру, и там говорилось о том, что герой повести Кандид продал осла. В действительности же он продал барана. Ну, казалось бы, казалось бы, баран и осёл, какая разница? Но мы же с вами понимаем, что этому источнику уже нельзя доверять. Ну, сейчас там всё, опять-таки, перепроверяем, но, тем не менее, можно много ли использовать, или, по крайней мере, идти дальше по ссылкам, которые они предлагают. То есть, да, наша функция, и мы должны это уметь, отбирать те материалы, которые можно доверять. Второе, может быть, не все с этим будут согласны, не все будут согласны, что мы должны создавать и обновлять постоянно интересный мультимедийный контент, но вот моё личное убеждение, что без этого сложно, потому что мы не всегда можем найти то, что подходит под тему нашего занятия, под наши задачи, под наши цели. И, в конце концов, это ведь и творчество тоже. Вы можете проявить свою творческую часть своей натуры в том, что создаёте какие-то интересные ролики, скринкасты и так далее. Третье очень важное, на мой взгляд, но сложное. На это нужно время. Но, тем не менее, если мы создаём интересный контент, нужно его где-то размещать, чтобы он не был доступен студентам только во время занятий или в закрытой площадке Moodle, в которую попадёт только студент, если он зарегистрирован. То есть хочется, чтобы больше пользы было того контента, который вы создали. Поэтому приходится искать, где ещё их можно выкладывать, эти ролики, скринкасты, вот сайты, блоги и так далее. Четвёртый очень важный. Людмила Сележнева совершенно справедливо отмечает, что четвёртый тоже очень важный. Потому что если мы не будем обновлять свой педагогический инструментарий, мы просто будем устаревать, отставать от времени, и нас будут обгонять другие молодые преподаватели или, может быть, не молодые, но подкованные. Поэтому, как бы мы не сопротивлялись, быть может, но нам необходимо обучаться новым методикам. И, кстати, это самим потом интересно пробовать, как они работают, эти методики, в аудитории. И вот пятый пункт для меня спорный, но, тем не менее, социальные сети, они вот захватывают нас всё больше и больше. Например, уже если вы в сервисе с шедевром создаёте с помощью и какие-то картинки, вы тут же можете их выкладывать, кто-то вам ставит лайки, людям это нравится. То есть, наверное, всё-таки тоже стоит учитывать возможности и педагогические тоже социальных сетей. Вот слайд из доклада Ирины Александровны Купцовой, на котором она тоже говорит на тему, которая нас с вами интересует, что нам необходим высокий уровень медиакультуры. Почему? Здесь важно, я думаю, отметить также аспект об авторитете среди обучающихся, потому что если вы знаете, что сейчас, как они говорят, в тренде, и используете это в своём преподавании, то это, конечно, повышает, вызывает уважение к вам. И последний пункт. Нам важно с вами в это непростое время данные, наше непростое время нам важно постоянно повышать свою квалификацию профессиональную, иначе мы действительно рискуем просто от времени очень сильно отстать. Я хотела бы сейчас с вами попробовать вот этот один из цифровых инструментов. Это онлайн-опрос, который я применяю на лекциях для того, чтобы сразу получать ответ в аудитории. Не когда я приду домой и что-то проанализирую, а вот сейчас во время занятия у вас есть возможность зайти в Google-форум и ответить на вопрос, как вы считаете, какие качества нужны современному преподавателю сейчас, чтобы он был интересен, чтобы его слушали, чтобы его труд давал результат. А результат у нас какой? Это когда студенты запомнили наш материал. Вы можете сканировать QR-код и перейти, попасть в Google-форум. Можете по ссылке, как вам удобно. А я сейчас хочу показать, что будет происходить в Google-форуме в режиме реального времени. То есть вот до того, как я дала эту ссылку, там в этой форме было уже шесть ответов. Вы видите ответы, которые на других вебинарах я получила от слушателей. Если сейчас кто-то из вас ответит, то сразу увеличится число, станет семь, восемь и так далее. И что здесь хорошо, мы с вами не видим фамилии, имена. То есть вы можете не бояться, что кто-то, если я вот вывожу в онлайн-режим этот опрос, вот семь, видите, кто-то уже ответил. Но нам с вами очень интересно посмотреть, какие мнения у... Ну, Шекспира-то я пробный ответ писала, потом не могла истереть. А все остальное – это уже девять ответов. То есть, видите, моя задача сейчас была вам показать, как работают онлайн-опросы. И вы, например, задаете какой-то вопрос, я не знаю, по математике, дважды два-четыре, сколько будет? Запустили онлайн-опрос, сразу вы видите, что у вас в аудитории происходит. То есть если пишут два, пять, десять и так далее, вы видите, что тема не усвоена, нужно усилить внимание и что-то сделать для того, чтобы исправить вот это всеобщее непонимание и так далее. То есть это очень здорово. И я советую вам пользоваться онлайн-опросами очень активно, если вы этого еще не делаете. Так, мне главное сейчас не запутаться в своих окнах и переходить правильно. Недавний файл, возвращаюсь в презентацию. Спасибо большое тем, кто ответил. Вы можете и позже ответить. То есть этот опрос открыт, вы можете в течение вебинара отвечать, не торопясь. И вот самое главное, что вы видите, как этот цифровой инструмент помогает нам мгновенно обратную связь получать. И самое главное, ее учитывать в процессе, который вот сейчас в данный момент идет. Если вы все-таки до сих пор считаете, что все эти выдумки, ролики, аватары, чат-боты, викторины и так далее, и так далее, если вы считаете, что это все не нужно, то это мешает, отвлекает. Мы не развлекаем, а мы учим. Я вот с разрешением Марии Лазин хочу показать вам отрывок из, показываю на слайде, из рефлексии, которая убеждает в том, что студенты с благодарностью откликаются на то, что вы используете цифровые технологии в своем преподавании. Мне кажется, литература и так интересный предмет, казалось бы. Но когда мы подключаем что-то визуальное, аудио, мульти и так далее, это делает процесс увлекательным. Я хотела вам следующий вопрос задать. Напишите, пожалуйста, что вам показывали в школе и в вузе во время обучения в качестве наглядных материалов на уроках литературы, географии, истории, ну, в гуманитарных дисциплинах. Какие наглядные материалы использовались? Использовались вот в ваши времена, когда вы учились в школе и вы учились в вузе. Я в школу пошла в 80-м году, закончила в 90-м, в вуз, филологический факультет, закончила в 95-м. У нас по литературе из наглядных средств были портреты писателей на стене. По истории карты, по географии карты. Проектор иногда использовался, но не очень часто. И вот в школе в Воронеже, в музыкальном классе, у нас были музыкальные инструменты, можно было попробовать любой. Действительно была замечательная коллекция, и это было здорово. Так, диафильмы, кстати, да, очень хорошие, хорошее средство. Может быть, они еще в каком-то виде вернутся. Кода пленки. Что это значит? Кода пленки. Карты, портреты. Ну вот, я думаю, что картина похожа на филологическом факультете с 90 по 95 год. Я видела только портреты на стенах у нас. Да, но, Нелли, вы уже позже, конечно, учились, чем я значительно. А у нас были доска, преподаватель и портреты в кабинете. Да, в нее, по сути, портреты, ката, плакаты. Я, когда начинала работать в аудитории, я считала, что этого тоже вполне достаточно. Нас же выучили, и хорошо выучили, значит, можно так продолжать. Так, макеты, кости, органы, это биология. Но согласитесь, что самые интересные наглядные материалы были как раз на уроках химии и физики, потому что там можно было эксперименты проводить химические, и на физике нам что-то показывали, как что-то там движется и так далее. Вот это было интересно. И это доказывает, что наглядность, она всегда привлекает, вот концентрирует внимание обучающегося. Я несколько лет проработала так же, как меня учили, и вот наступил момент, когда я почувствовала, что мне необходимо, мне необходимо подключать какие-то другие материалы. Это был Габлет. Шекспира я поняла, что я хочу показать студентам, как знаменитым налогом быть или не быть читают разные актеры. Смоктуновский, Лоуренс Оливье, Гибсон, Высоцкий, и дальше пополнялась коллекция, что одни и те же слова можно прочесть по-разному, и тогда смысл, вложенный в этот монолог, он играет разными гранями, разными красками, и вот как раз вот это многосмысловое ощущение у нас порождает. И вот с этих роликов, с нарезки роликов, постепенно пошло-пошло-поседальше, и что же вот мы сейчас делаем, что я показываю студентам. Я хочу вам сейчас три ролика коротких показать из разных периодов, из разных предметов, для того, чтобы представить, как это выглядит у нас в аудитории. Так, демонстрацию экрана. У нас есть некоторая сложность с тем, что сейчас... Так, 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 что сейчас с Ютуба я не могу показывать, к сожалению, раньше можно было напрямую показывать с Ютуба ролики, а сейчас с этим сложность. Итак, первый ролик. Это самый свежий. Коллеги слушают вебинар «Цифровые технологии для преподавания гуманитарных наук». Что этот ролик из себя представляет? Это аватар говорящий, то есть это искусственный интеллект, создал портрет сегодняшней аудитории. То есть я задала задание «Создается портрет целевой аудитории вебинара «Цифровые технологии для преподавания гуманитарных дисциплин». И вот он такой портрет создал, он же его озвучил. Это вот как раз сейчас очень модная, популярная техника аватара. Следующий ролик по ораторскому использованию. Многие боятся выступать публично. Вот семь самых распространенных страхов, которые мешают нам во время публичного выступления. Я думаю, что замечательный монолог из фильма «После нашей веры» поможет эти страхи победить. Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке в наших мыслях о будущем. Страх – это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет. И, вероятно, не будет никогда. Это же чистое безумие, Китай. Ты только пойми меня правильно. Опасность – это реальный факт. Но страх – это твой выбор. Так, и такой относительно старый ролик. Он сделан в программе «Объясняшки». И он был еще активным. То есть там открывали ссылки, можно было переходить по ссылкам. Но они сейчас не работают. Несколько художественных произведений зарубежной литературы конца 19-го и начала 20-го века объединяет птичьи символы. Речь идет о синей птице Марисе Метавринко, ребяте Стефана Маларме, дикой утке Генриха Ипсона и чижике из пьесы Августа Стренберга Фреккен-Жури. Писатели создали целую галерею орнитологических семей. Это синяя птица – символ счастья, лебедь – символ души поэта, дикая утка – символ спасительного лжи и несчастный чижик, олицетворяющий собой неминую жертву. Важно знать, что символы синей птицы и лебедя опираются на романтическую традицию. Вспомним голубой цветок Навариса и Альбатроса Ковериджа. А дикая утка и чижик коррелируют друг с другом, символизируя кровавую жертву, принесенную ради любви. Я надеюсь, что было видно. Если можно, огонечками дайте знать, что все было хорошо, и вы ролики увидели. Спасибо. YouTube вот нас сейчас подводит, и это то самое, что мне не нравится, как и многим, наверное, в цифровых средствах и технологиях. То есть ты много делаешь и вкладываешь, и вдруг раз, и что-то перестает работать. То есть зависит от интернета, зависит от обстановки и так далее. Но тем не менее. Еще одно средство, которое на YouTube хорошо использовать, это создавать плейлисты. Вы можете по QR-коду пройти на канал, и вы увидите вот эти плейлисты. Я собираю в них информацию по писателям или по предмету ораторского искусства. Например, в ораторском искусстве самопрезентация, страх публичных выступлений, голос и так далее. И затем я могу давать студентам ссылку на конкретные плейлисты, и они уже там выбирают, что им интересно посмотреть в этом плейлисте. Очень и для вас полезно, у вас структурированно разложен материал, и вы легко сориентируете студентов, если что-то хотите дополнительное им показать. Ролики я создаю в двух приложениях. Это Камтазия и Капкат. Камтазия стоит на компьютере, Капкат стоит в телефоне. Вот этих двух приложений мне достаточно для того, чтобы делать скринкасты. Без них просто невозможно обойтись. Например, для ораторского искусства мне нужно дать кусочек выступления оратора. Выступление длится 15 минут. Конечно, мы не будем 15 минут его слушать. Вот в Камтазии я уже загружаю ролик, вырезаю себе кусочек на 1-2-3 минуты, сколько мне нужно, и уже у меня готов наглядный материал для занятия. В телефоне я не смогу загрузить большого объема файлы, такие как фильмы, из которых я вырезаю диалоги. Поэтому Камтазия, она просто необходима. Я ее купила. Она есть бесплатная версия, есть платная, но платная стоит, когда-то это было 100 долларов по курсу совсем немного. Один раз вы заплатили, и больше вам не нужно ничего доплачивать. Она вот у меня стоит еще 19-го года и вполне работает. Она мне служит верой и правой. Мне нужно научиться работать, если вы еще не знаете. Павел Юрьевич Калиников сделал замечательные материалы. Я хочу сказать огромное спасибо Павлу Юрьевичу, потому что благодаря ему, собственно, его курсам я научилась тому, что я сейчас делаю. Он объясняет так, что любой поймет. Не обязательно быть инженером, иметь техническое образование. Как раз-таки нам, гуманитариям, это очень важно. И вот освоив Камтазию, вы уже легко справитесь с Капкат, это приложение, которое на телефоне стоит. В нем хорошо, вот вы что-то сняли, видео сразу соединили, собрали, то есть не нужно. Связываться с компьютером. То есть вот что-то, что у меня не получается на Капкат, я делаю в Камтазе, перекрытываю туда-сюда. Ну, в общем, вот эти два инструмента, они предостаточны для того, чтобы делать все, что вам нужно для учебных целей, да и просто для личных. Например, снять визитку, свою самопрезентацию, которые сейчас очень важны. И, кстати, все больше преподавателей иностранных языков, я вижу, снимают самопрезентацию и выкладывают на страницах, в социальных сетях и так далее. И вот новшество от искусственного интеллекта в области, в области видео, это сейчас модно-модно, как говорят, это говорящие головы. Вы можете создать любого персонажа. Вот замечательный сервис Хейгин. Вы, если в него зайдете, все сами увидите. Ну, так выглядит вот мой личный кабинет. А здесь я вам сейчас покажу ролик, созданный. Так, что-то там у меня виснет или не виснет, поделиться. Ролик, созданный в этом приложении. Им был неведом гигачат. Я снова включу. Да, были люди в наше время. Не та уж нынче молодежь. Стихи писали на бумаге. Им был неведом гигачат. Зачем, скажете вы, такое баловство? Для того, чтобы, когда ваша аудитория устает, а вы знаете, что слушать мы можем сосредоточенно, не отвлекаясь, блоками 7-10 минут, вот для того, чтобы как-то помогать аудитории переключиться, освежить внимание, можно делать такие маленькие безделки, которые помогают аудитории как-то вот оживиться и продолжить серьезную работу дальше. Мы с вами переходим к следующему пункту. Это цифровые технологии для гибридного обучения. Что такое гибридное обучение? Это когда сочетаются онлайн и оффлайн технологии, да еще и лайф технологии теперь можно подключить тоже. Например, мне очень понравилась такая форма ведения лекции, когда я загружаю презентацию к лекции в приложении или ВКонтакте, посылаю студенты, находясь в аудитории, слушают меня, но у них перед глазами в их телефонах есть презентация, которую я листаю, и они меня слушают, и в то же время вот в своих гаджетах имеют презентацию перед глазами. Это как раз гибридная технология, то есть мы сочетаем онлайн и оффлайн обучение. Для гибридных технологий нам, конечно, нужны презентации. И я хочу вам показать потрясающий сервис. Если вы о нем еще не слышали, то я вот горячо рекомендую вам вот сегодня же его попробовать. Это сервис Гамма, это искусственный интеллект, создает презентации по вашему запросу. Это вот опять-таки мой личный кабинет в ГАИМе. Смотрите, я завела всего лишь, вот меня спрашивают, на какую тему вы хотите создать презентацию. И я написала вот только то, что вы видите вот здесь, вебинар цифровой технологии для преподавания гуманитарной дисциплины. Я не добавила больше ни слова, никаких намеков, никаких источников, ничего. Вот тут же выдает мне конспект системы, и как видите, если вы пробежите с глазами по конспекту, он вполне приличный. Здесь нет ничего лишнего. И здесь то, что я бы набирала руками, что я, может быть, не так сформулировала, а здесь все в готовом виде. Это секунды. И вот посмотрите сейчас с первого по седьмой слайд. Это та презентация, которую мне Гамма выдала. Я только завела, создая презентацию и тему вебинара. Все, больше я здесь не делала ничего. И посмотрите, что этот сервис мне предложил. Когда я первый раз увидела, что делает Гамма, я была потрясена. Вы потом вот скачаете презентацию, она доступна для скачивания презентации к вебинару. И просмотрите, пожалуйста, подробнее то, что сделала Гамма. И вы со мной, я надеюсь, согласитесь, что для какого-то экспресс-выступления, у вас очень мало времени для подготовки, для черновика вашей презентации, когда вы не знаете, с чего начать. Это подходит прекрасно. А кроме того, вам не нужно все это набирать, этот текст же еще нужно напечатать, создать самому. Здесь уже все готово, можно просто редактировать. Бесплатно 8 слайдов, остальное там уже платная версия, ну и 8 слайдов вполне достаточно, чтобы продолжить с этим черновиком работу. Скачивайте в PDF-формате, в PowerPoint, как хотите. И это просто замечательно, на мой взгляд. Еще одна революционная находка для меня – это чат GPT. То, что чат GPT делает с текстами, это просто сначала восхищение, изумление, потом уныние, что мы, филологи, будем делать. Теперь все за нас будет писать чат GPT. И затем, когда с ним поработаешь, понимаешь, что нет, человека никакой чат GPT не заменят. Ну, может быть, когда-нибудь, но не в ближайшее время, потому что много смешного у него можно увидеть. Например, он не умеет писать стихи. Если вы попросите его написать стихотворение на какую-то тему, он вам выдаст что-то там из кладушки, не в ладушке и так далее. Можете посмотреть, и сами получите пример. Но что делать чат GPT? Вот задание. Создай портрет целевой аудитории. Картинку я вам уже показывала, которая в сервисе для рисования создана. Теперь описание искусственным интеллектом вас и меня. Посмотрите, совпало или нет. Возраст 25-55 лет, профессии преподавателей вузов, школы, аспиранты, научные сотрудники, высшие гуманитарные, цели – освоить цифровые инструменты. Ну и так далее. Я не стала все копировать. Дальше вы можете попросить перевести на любой язык. Пожалуйста, вам тут же безупречный, с точки зрения пунктуации, орфографии, перевод готов. Что он делает еще? Вы можете загрузить свою статью, для того, чтобы убедиться сначала, как он это делает, и попросить состав пять тезисов по этой статье, и он вам составит. А потом вы можете попросить, по этим тезисам напиши сценку для школьников пятого класса, и он вам напишет, и вы увидите, что он напишет. То есть это, конечно, фантастическое дело, и обязательно попробуйте, если вы еще не пробовали. Единственное, что он, к сожалению, работает с VPN, но есть какие-то другие сервисы. Я просто на сегодня показываю то, чем пользуюсь я, за что я могу поручиться, что это и работает так, как вот я показываю на слайде. Итак, мы с вами создаем различные наглядные материалы, где их размещать, то есть что с ними делать дальше, если это не только работа в аудитории, когда вы показываете на проекторе во время занятия. Вы, наверное, многие пользуетесь и знаете хорошую доску падает, была хорошая доска, но теперь нам стало недоступно. Когда студенты делают творческие работы, в Moodle их размещать можно, но там зависит, увидят все или не увидят, и потом это все не очень красиво графически выглядит. Вот доска для этого самое то. Но падает нам недоступен, но ничего страшного, у нас есть замена. Вот, может быть, вы слышали, может быть, вот сейчас увидите в первый раз, вполне достойная отечественная доска, называется S-Board, и вы также можете на ней создавать все возможные доски, которые вам нужны для работы. Ну вот, например, программа книжного клуба, о котором я в конце вебинара расскажу. Это новая для меня... Вот, ну, я думаю, падает мы все практически любили, он замечательный, очень жалко, что это обидно, когда вот так резко пропадает работа, но что делать, приходится приспосабливаться. А S-Board вполне подходит для замены, может быть, он не такой яркий и красочный, но такая рабочая лошадка, которая свои задачи выполняет. А это сервис CuriePod, это тоже онлайн-доска, но она еще с искусственным интеллектом. Вот обратите внимание, он здесь создает целые уроки. Я скептически отношусь ко всем этим придумкам, что сделаем ли конспект, напиши тест, напиши задание, потому что, когда вы в этом вот позанимаетесь, вы увидите, что действительно нас преподаватели искусственный интеллект пока не заменят. Вот как раз, кстати, гуманитариев, потому что, может быть, с математиками, с физиками, там задачи и задачи, там он не ошибется. У нас все-таки тонкие материи, которых нужно наше понимание, видение, душа, наша любовь к предмету. И я не слишком люблю пользоваться искусственным интеллектом для создания каких-то заданий, но посмотреть можно. И вот CuriePod, он и доска, и сюда вы можете студентов приглашать для совместной работы, и он вам создаст какой-то поурочный план, и он вам распишет какие-то вопросы. Вот если нет времени и нужна какая-то срочная помощь, то он вполне для этого подойдет. А вот на что я рекомендую обратить внимание, если вы этим еще не занимались и не знакомы, это на конструктор сайтов Тильда. Я на этом сайте с 18-го, наверное, года, и с радостью вижу, что вот буквально в этом году я практически на всех вебинарах стала слышать упоминания о нем. Он устоял в непростое время, ничего не пропало, ничего с ним не происходит, а наоборот, мы сможем им пользоваться, как и раньше, и они постоянно что-то придумывают, улучшают возможности масса. Для чего нужен сайт? Мне был для того, чтобы размещать на нем вот как раз дополнительные материалы, о которых я не успеваю рассказать на лекции, либо не могу, потому что, вы знаете, студенты разного уровня, и то, что необходимо и интересно было бы сильным студентам, я как раз вот отправляла на эти страницы на Тильде. Ну, вы видите здесь разные предметы, сайт много чего позволяет, то есть вы не по одному только предмету показываете, а по многим, сгруппировав их по разным предметам. Так, сейчас я хочу вам показать как раз скринкаст по страничке, шекспировской страничке на Тильде. Так, вроде бы все правильно сделала. Вот это одна из страниц, шекспировская страница на Тильде. Тильда позволяет делать все, что вашей душе угодно. Медиаплееры, какие-то сопоставления, любые, ну вот, например, сейчас будет, вот видите, можно так, пожалуйста, все само листается, показывает, все это загружается, то есть я практически не знаю приложений, которые бы не загрузились, не приложения, а продуктов, сделанных на различных приложениях, которые бы не загрузились в Тильде. Тильда надежна, с ней ничего тут не происходит, и она как раз помогает решать множество проблем. Вот и облако, если на облако мы будем нажимать, то мы будем переходить в Википедию, попадать. Так я оформила статью свою, паковскую, вот она на сайте, можно загружать видео, можно картинки, здесь работает типограф, которые делают текст красивым, я так сама не умею, это все предлагает Тильда. Поэтому я горячо рекомендую вам обратить на ее внимание. У нее есть также платный и бесплатный тариф, может быть, вам достаточно будет бесплатного, если вы захотите перейти на платный, она того стоит. Возможно, вы со мной согласитесь, попробуйте. Ну и масштабная работа, это, конечно, создание дистанционных курсов на платформе Moodle в университете. Я хочу вам показать, что для гуманитарных предметов, для истории зарубежной литературы это тоже вполне возможно. Эти курсы у меня работали с 2018 года, и я постепенно с Тильды переключилась на них, потому что мы много делали здесь. Здесь удобно, что и успеваем, и сразу все, кто что делает. Ну, вы знаете, я думаю, что... Поставьте, пожалуйста, огонечки, кто работает с Moodle, чтобы я понимала, насколько на этом нужно останавливаться. Я думаю, что Moodle все преподаватели сейчас знают. Я просто хочу вам показать, как это выглядит с историей зарубежной литературы и, соответственно, любым гуманитарным предметом. То есть так же, как и должно быть организационный блок, а дальше уже материалы различные, учебники, здесь и тренажеры, ось времени и так далее, словарик, и потом самостоятельная работа студентов, читательский дневник. Они сдавали мне студенты прямо на сайте. Вот, например, безделка, да, читательский дневник. Это маленький короткий ролик, созданный в Гоу-аниме. Зачем? Часто мне спрашивали студенты, особенно заочники, а как сдавать, а можно по пересказу, а можно по экранизации содержания произведений. И вот когда я устала отвечать на вопросы, что нет, нельзя ни пересказ товарищей, ни краткое содержание, ни экранизация, а нужно сесть и прочесть то, что положено, я вот сделала такой ролик, что читайте, пожалуйста, сами книги. Ну и он как-то разбавляет серьезную, строгую обстановку на сайте. Где этому учиться? Я от всей души рекомендую вам курсы Директ Академии, на которых я, собственно, всему научилась. Я не ас, не какой-то профессионал с большой буквы, но то, что мне необходимо для моих курсов, для моего преподавания, я узнала именно из курсов Директ Академии. И здесь я вывела те, которые вам понадобятся именно для цифровых технологий. Буквально сегодня пришло письмо о том, что Павел Юрьевич запускает курс по визуальному объяснению учебного видео. Я вам его горячо рекомендую. Также вчера, по-моему, пришла информация о том, что запускается курс «Креативный интеллект». Тоже обратите, пожалуйста, на него внимание. Я на этом курсе занималась в июне. И нужно подружиться как можно скорее, потому что всё меняется с огромной бешеной скоростью. И вот для того, чтобы вы не были человеком, который вовремя не освоил технологии и не чувствовали себя как человек, который не умеет пульта включать телевизор, то есть он только подходит и переключает, потому что так когда-то делали бабушка и дедушка. Нравится нам искусственный интеллект или не нравится, это то, что нужно освоить. А дальше вы уже будете решать, в каком объёме он в вашей жизни появится. Также приглашаю вас на свой курс, начнётся 5 ноября. Я буду рассказывать о том, о чём сегодня рассказываю, показывать более подробно на примерах. Очень хороший курс у Марины Орешко, которая тоже прекрасно объясняет. Она, по-моему, знает все сервисы, которые только существуют. Очень здорово объясняет, как в них работать. Сейчас закончился курс Сергея Вячеславовича Техтовникова. Я его слушательница по искусственному интеллекту. И я думаю, что курс будет повторяться. И весной, наверное, повторится мультимедийная студия в кармане Сергея Павлова. Тоже от души рекомендую вам этот курс. Вы научитесь очень многому. И всё это просто и доступно, и интересно. И мы переходим с вами к творческим работам студентов. То есть что же могут делать студенты по нашему заданию? Я считаю, что творческие работы, они, может быть, не самые важные, но очень важная часть обучения, процесса обучения. Потому что они находят, во-первых, горячий отклик, с удовольствием всегда делают студенты. Я не видела ни одного творческого задания, которое бы осталось невыполнимым, чтобы хотя бы один студент не захотел вот в этой форме попробовать что-то сделать. Вы решаете очень много вопросов. Вы даёте возможность сильным студентам свой потенциал раскрыть. Я разрешаю творческими заданиями добрать баллы, которые в течение семестра какой-то студент по болезни или ещё по каким-то причинам не добрал. То, пожалуйста, выполняйте творческие работы и за них получаете баллы, которые закроют какие-то пробелы. И вот вы видите творческие задания по ораторскому искусству, которые делали студенты. А это один из вариантов творческого задания по истории зарубежной литературы. Например, я вижу, что у нас в Уфе идёт в театре какая-то постановка по Ипсону. Я говорю, что вы можете сходить, написать, выполнить работу творческую по этому спектаклу. Или, может быть, вы слышали про прекрасный проект в театре HD, в котором показываем мы, находясь в Уфе, можем увидеть постановки московские, санкт-петербургские и так далее. То же самое. Сходите, посмотрите, напишите творческую работу. Задание, которое я когда придумала, даже не ожидала, что оно так понравится, но оно прошло на ура, это создание цитатника из художественных произведений. Но вы можете использовать цитаты каждой своей специальности. Но сам принцип. В Moodle есть такой инструмент, как глоссарий. Вот из него можно сделать прекрасный цитатник. То есть точно так же по буквам вы выбираете, мы по фамилии автора это делали, выбираете букву, например, это Томас Манн или Кнут Гамсун, и вводите какую-то цитату, там можно и картинки, и видео добавлять. Это все уже зависит от того, что хочет студент. Но только обязательно, чтобы он подписал, кто автор этой работы, этой цитаты, чтобы я видела. Цитаты пользовались большой популярностью, и я думаю, что не только в литературе, они понравятся студентам. Следующее творческое задание – это майндкарты. Вы, я думаю, о них, конечно же, слышали, интеллект-карты их еще поназывают. Вот один из сервисов, много есть разных, вот я пользуюсь Google, и тоже он не подводит, существует, все в нем хорошо, бесплатно, мы делаем все, что нам нужно. Эта карта выполнена студентами, они прикреплены на сайте в Moodle, и их можно скачивать в PDF-формате. При подготовке к экзамену они очень помогают. Вот эта карта по всем художественным направлениям, периода рубеж 19-20 веков. Эта карта по художественному направлению символизм, то есть уже детализация идет. Можно делать карту по лекции. Вот лекция была по творчеству Мопассану, и студенты то, что запомнили, зафиксировали. Тоже хороший вариант. Также могут быть по произведениям и так далее. Все, что угодно здесь можно придумать. Еще одна интересная работа, и тоже нравится студентам визуализировать, визуализация сейчас очень модная и популярная, это как раз создать картинки. Вот у нас визуализация коллекции, например. Герой романа наоборот, Гюсманс, герцог Дезесент, собирал драгоценные камни, он этими камнями инкрустировал панцирь живой черепахи. И когда мы с вами как читатели читаем, что он добавил туда опалы, аквамарин, кошачий глаз, ну да, это вроде бы красиво звучит, но мы уже не знаем, как выглядят эти камни. И вот Гульнара Софиулина сделала такую работу, но видите, здесь обязательно с цитатами, то есть где, на каких страницах эти камни упоминались в тексте, и сразу по-другому коллекцию заиграл. И такие творческие задания нравятся, их тоже выполняют с удовольствием. Читательские дневники, визуализация читательских дневников, это тоже то, что, наверное, было в топе творческих работ. Ну вот, например, Адаева Ксения, если вы зайдёте на сайт «На Тимди Мой», я там давала ссылку, там выложены читательские дневники, согласие авторов, и посмотрите их там много. И они, что интересно, у каждого свой метод, они не похожи друг на друга, но вот один из самых интересных, это Ксения Адаева. Вы видите один коллаж по одному произведению. «Пигмиллион» или «Кукольный дом» Ипсона, «Машина времени» и так далее. То есть это те задания, которые выполняют с большим удовольствием и энтузиазмом. Но сейчас добавилась у нас с вами возможность ещё давать и задания на создание музыки. Например, есть такой замечательный, вы видели его, сервис «Суно», который пишет музыку. И вот я в этот сервис загрузила восьмого… Ой, простите, не то включила, это мы с вами уже видели. Сейчас, сейчас, сейчас. Загрузила. Так. Восьмой сонет Шекспира. Сейчас, секундочку. Окно, медиаплеер, поделиться. Вот он. Восьмой сонет Шекспира. И была сама поражена результатом. То есть я здесь не делала ничего, кроме того, что текст скопировала и загрузила в приложение. Ты не любишь то, что так печально, Встречаешь муку радостью такой. Что-то у меня тут все запрыгало. Вот, сейчас вернусь. Согласитесь, что Шекспир очень по-современному здесь звучит. Не знаю, может, нравится, не нравится, но то, что это необычно, и то, что это может вполне как творческое задание сработать, попробуйте сами тоже. Вы можете ведь там тексты писать и на собственные тексты, песни писать на собственные тексты в каких-то личных целях, поздравления маме и так далее. Еще один интересный вариант творческого задания – это озвучка каких-то текстов в сервисе «Звукограмм». Там вы выбираете вот эти искусственные голоса, которые мы часто слышим, и вы можете даже по ролям сценку разыграть. К сожалению, здесь не загружается ролик с Ютуба, но по QR-коду вы на него перейдете и можете посмотреть. Это как раз тот самый текст, который написал чат GPT, сценка для пятого класса по ролям. Там Шекспир, его жена, его сын, и читатель пришел к ним в гости. И в сервисе «Звукограмм» я списала, разделила по ролям, и они разговаривают разными голосами, и этот текст произносят. Можете посмотреть, как это выглядит, но, честно скажу, мне не нравятся вот эти искусственные голоса, это сразу слышно, это как-то утомляет. И по этой же причине мне не нравятся чат-боты, они сейчас тоже очень модны, но когда какой-то материал лекционный читается голосом чат-бота, мне становится как-то скучно, неинтересно, поэтому я этой темой пока не заинтересовалась. Но Нелли сейчас, наверное, видит свою статью, у кого-то очень, кстати, на экране. Цифровые технологии – это не только преподавание, это не только ролики, это еще и литература как таковая, потому что нравится нам, филологам, это или нет, но существуют так называемые сети литературы, она развивается, и я думаю, с искусственным интеллектом там сейчас вообще просто какой-то взрыв происходит, и эти жанры мы тоже не сбрасываем со счетов, а наоборот за ними следим. И в качестве творческих заданий вы можете также их использовать, то есть предлагать своим учащимся написать фанфик на какую-то тему или нарисовать комикс, или вы начнете в группе создавать какой-то интернет-роман или интерактивную фантастику придумывать. Вы даже можете не знать о том, как это делается, вы предложите студентам, и они сами все сделают, и вы только поразитесь потом тому результату, который получите. Вот здесь я собрала на этом слайде сервисы, которые показывала на вебинаре. Конечно, сервисов гораздо-гораздо больше, но в погоне за ними мы уже потом устаем и понимаем, что мы не можем охватить все. Я вам показала и собрала на этом слайде то, чем пользуюсь сама, то, что мною лично проверено, и я могу вам сказать, что да, вам с большей или меньшей вероятностью эти сервисы понравятся, пригодятся, и они вас не подведут. И перехожу к последнему разделу нашего вебинара. Это рассказ о книжном клубе «Цифровая гуманистика», о моем детище, за которое я переживаю и которое, надеюсь, получит жизнь. Что это такое? «Цифровая гуманистика» – это то, о чем я сейчас вам рассказывала, то есть это цифровая часть вебинара, но в нашем книжном клубе будет и литературная часть. То есть я буду вам давать какое-то произведение, короткое, допустим, это новеллу «Мупасану» о жерелье. Для того, чтобы эту новеллу прочесть, она, по-моему, 6 страниц объема. Ну, вам понадобится полчаса, ну, час может быть. Затем мы с вами собираемся на вебинаре. Я рассказываю коротко о творчестве «Мупасана», о том, что он натуралист, и почему он натуралист, а в России его считают реалистом, и почему это так. Мы с вами обсуждаем по определенной схеме прочитанное вами произведение. Здесь вот очень важно, если вы захотите, то будет возможность обмениваться мнениями. То есть каждый из вас может сказать, что он думает по поводу основной идеи героев, их поступков, правильно, неправильно, на ваш взгляд. Произведение подобрано таким образом, что они точно вас равнодушными не оставят. Вот студенты мои могут подтвердить, что то, что мы брали для практических занятий, это вызывало интересные споры и такие полезные дискуссии. Далее вы выполняете, я даю вам какое-то задание воспользоваться одним из цифровых сервисов, и вы выполняете это задание на основе либо текста, который мы прочли с вами, если хотите. Если нет, то делаете что-то, что нужно вам по работе, но можете сделать вот как раз по «Мупасану». Но я буду все это показывать. К каждому нашему с вами вебинару я буду показывать, какие есть у меня наглядные средства именно к этой теме, и что хорошо использовать на таком вебинаре. Ну вот я расскажу вам кратко о теории художественных направлений. В них хорошо бы разбираться, людям с высшим образованием и гуманитарием. Вы все это слышали, вы обо всем этом знаете. Но поскольку это не ваша специальность, я думаю, что все это потихонечку с годами в головах перемешалось. И если вам зададут вопрос в лоб, например, что это такое реализм, что это за художественное направление, в чем его суть, а чем отличается реализм от нейтрализма, вы, возможно, затруднитесь ответить. Но и историкам, и географам, и философам, и социологам, культурологам и так далее, и так далее, всем гуманитариям необходимо и хорошо бы четко разбираться в художественных направлениях. Их не так много. И вот я как раз могу вам об этом рассказать и помочь. Кстати, интересное наблюдение. Когда я начинала преподавать в 2000-х годах, я обязательно спрашиваю студентов в конце семестра, когда мы закончили историю зарубежной литературы 19-20 веков, я спрашиваю, какое направление больше всего им понравилось, произведение, теория. И примерно до 2017-18 годов, то есть почти 15 лет, реализм побеждал натурализм. Натурализм был таким периферийным направлением, которое не вызывало интерес. И каково же мое изумление было, когда вдруг натурализм стал все больше и больше нравиться, и сейчас уже последние несколько лет натурализм всегда на первом месте. Вот интересно будет посмотреть, что победит у взрослых участников курса. Ну вот это как раз Тереза Ракен. Вы видите, что Золя говорил, что я исследовала два тела, как хирург исследует два трупа. Это чистый натурализм. Зачем нужно еще разбираться в художественных направлениях? Ну, хотя бы для того, чтобы считывать культурные коды, то есть понимать, что происходит на каких-то картинках, в каких-то текстах и так далее. Преимущества формата книжного клуба. Ну вот я даже вывела специально на экран, чтобы вы посмотрели, обдумали, решили для себя. Во-первых, это новая форма, которую еще на курсы повышения квалификации не пробовали, но она уже есть, например, в Высшей школе экономики на магистрской программе. И, соответственно, вы можете эту форму пробировать и затем использовать у себя, организовать такой книжный клуб. То есть он не обязательно должен быть по литературе. Вы можете брать какие-то свежие, интересные, новейшие издания по вашей дисциплине. Кто-то один читает, собирается, если у всех нет времени. Нет, читают все, кто хотят, но, допустим, у кого-то нет времени. Один точно прочел, пришли на заседание клуба. Тот, кто прочел или те, кто прочли, рассказывают основные положения. Может быть, даже презентацию какую-то делают небольшую. Затем вы обсуждаете, что пригодится, что не пригодится, что вам кажется здравым, что не очень и так далее. Это первый. Второй момент. Ну вот уже я говорила о том, что гуманитариям надо бы разбираться в художественных направлениях и жанрах. Очень здорово и очень хорошо, когда вы на занятиях по истории, по философии, по социологии, по иностранному языку особенно, потому что все-таки культурный аспект, он же тоже важен, вы приводите какие-то примеры из смешанных областей. Но если вы приводите пример и путаете жанр невольно, то есть вы говорите о рассказе Диккенса «Пиквинский клуб», а это роман, это очень грубая ошибка, которую не должен специалист с высшим образованием допускать. Но ошибка такая довольно часто встречающаяся, потому что, конечно же, теорию литературы все давным-давно забыли, а кто-то и не проходил. Вот я бы помогла вам в книжном клубе эту боль, эту проблему снять. Чтобы научиться цифровым технологиям, лучше всего побыть на месте студента, вот прочесть текст, выполнить задание, и тогда вы сможете уже на основе этого опыта создавать различные варианты уже для своих целей этого задания. Вот такие мысли по поводу формата книжного клуба. На этом я свою программу завершаю и готова ответить на ваши вопросы. Вот я вижу, что Эльвина Салихова спрашивает, не отвлекает ли студентов использование цифровых от глубинного понимания текстов. Да, это очень хороший вопрос. Конечно же, не нужно увлекаться и не нужно думать, что цифровые технологии заменяют содержание. Их должно быть немного. То есть на одно занятие вы выбираете не более четырех, может быть, пять даже будет уже много, но я имею в виду лекционное занятие, кусочек 45 минут, четыре, вот это три, не более того. Конечно, мы сейчас с вами же говорили не о содержании глубинном, а о том, что помогает это содержание в разных ракурсах подавать. Но ни в коем случае технологии не заменяют освоение предмета, и на одних технологиях мы предмет не освоим абсолютно. То есть элементарное, обычное, традиционное, классическое чтение, оно незаменимо. Мы его не сможем как-то по-другому преподносить. Насколько часто я встречаю ответы в ответах ИИ на разные вопросы и задания? Я сейчас еще не освоила перплексити, в котором вот все задают вопросы. Что хорошо в текстах чата GPT? В нем не бывает пунктационных и орфографических ошибок. Я уже грешила тем, что этим летом занималась на языковых курсах по немецкому языку, и я уже просто брала и переводила задания, которые должна была выполнить самостоятельно, я переводила в чате GPT, потому что я знала, что там все артикли будут стоять правильно, что да, а вот содержательные ошибки я ему пока не доверяю. То есть, например, вот я запустила свою статью, попросила составить пять тезисов. Да, он составил, я же знаю содержание своей статьи, и поэтому могу судить, насколько адекватный получился тезисный план. Он составил все правильно из моей статьи, но два тезиса дублируют друг друга разными словами, но одно и то же. Поэтому я понимаю, что я уже не буду пользоваться при серьезном научном исследовании, пока, по крайней мере, я не буду пользоваться чатом GPT, потому что я уже могу не распознать, что он одно и то же разными словами мне сообщил. Поэтому вы, наверное, слышали или нет, он дает ложные ссылки. То есть вы пройдете по ссылке, а там пусто. Или, например, я просила составь список по ораторскому искусству. Он выдает список, я довольна по этому списку прохожу, а там вообще не соответствует тому, что он написал. Поэтому нельзя доверять, то есть это очень важный принцип верификации, не доверяйте искусственному интеллекту. Аккуратно им пользуйтесь и только в таких прихладных задачах. То есть нарисовать картинку, написать какое-то объявление, перевести текст на другой язык и так далее. То есть очень такие микрозадания, не замахиваясь на какие-то, что он вам напишет научную статью или проведет исследование. Можно, конечно, но, наверное. Но это не тот... Я этим путем не ходила, поэтому ничего не могу вам подсказать. Да, ну там вот... Если вы зайдете ко мне на канал на YouTube, я пыталась... Да, я забыла сказать, что все иллюстрации в этой презентации созданы с помощью искусственного интеллекта. Это либо скриншоты, либо иллюстрации искусственного интеллекта. И я потратила просто, я не знаю, день, наверное, на то, чтобы в разных сервисах по созданию изображений создать символ союза лириков и физиков. Вот если будет у вас время, посмотрите первый крайний сейчас шот у меня на канале. Это как раз ролик, в котором я эти иллюстрации собрала, которые он выдавал. Но это просто психоделические такие картинки. То есть и не умеет писать стихи, как я уже сказала. Он легко... Если он чего-то не знает, он вас обманет, поэтому не доверяйте, пожалуйста, ему наивно. И вот какие-то абстрактные вещи, как символ чего-то, он вам будет очень странно выдавать. Я вижу, что во вкладке «Вопросы» есть еще вопрос. Так, Дмитрий... Ну, Дмитрий, я, наверное, могу назвать свой опыт своего преподавания, потому что по ответам студентов в рефлексиях я могу судить, что получается хорошо. То есть если это не замена содержания, а, конечно же, самое... Я надеюсь и считаю, что самое важное – это то, что я говорю на лекциях, но как вспомогательные средства, которые помогают... Которые помогают в разных формах, с разными подходами усваивать материал, я думаю, что это очень... Это вот мною, но с моими студентами проверено, как я уже говорила, наверное, с 18-го года работают дистанционные курсы. И не было такого, что мне говорили студенты, мы не хотим, не надо, избавьте нас, пожалуйста, от этих заданий в электронной форме, от этих цифровых технологий, наоборот. Так, студенты, конечно, не видят ошибок. И, кстати, еще одна причина, почему нам, преподавателям, нужно срочно ознакомиться с искусственным интеллектом, потому что мы должны видеть в работах студентов. Они-то сейчас используют это просто напропалую. И вы начнете узнавать этот стиль, он все равно еще пока такой однообразный довольно-таки, и вы будете видеть, что вам подсовывают работу, выполненную ИИ. Что с этим делать, это вопрос уже второй, и пока на него нет ответа, каждый сам находит какие-то решения. Но, как говорила преподавательница по... Моя преподавательница, которая меня учила по ведению в литературе ведения, когда она говорила о билетристике, она говорила, врага нужно знать в лицо. То есть если даже вы не любите и не хотите его использовать, ну, нужно знать, как он выглядит. Так, да, конечно. Так, Роза, спасибо. Вот уточняет, что есть боты, связанные с ЧАК-GPT. Я вот еще в ботах не сильна, поэтому не могу вам показать, как это происходит на деле, но слышу, конечно, от коллег. Я вам очень советую, записывайтесь на курс «Креативный интеллект», который вот скоро начнется, вас там всему научат. Так, тоже замечательное решение. Наталья пишет, Мелевская, о том, что предлагают исправить ошибки искусственного интеллекта. Вот здорово, вот мы его уже и оседлали, да, и заставили работать в нашу пользу и на наше благое дело. Так, ну что ж, я не вижу больше вопросов пока. Давайте еще, может быть, вы что-то хотите спросить. Я вас еще раз поблагодарить хочу за то, что вы пришли и принимали активное участие. Я надеюсь, что полезные какие-то моменты и цифровые инструменты нашли вы сегодня на этом вебинаре для себя, и обязательно их попробуйте. Так, если вопросов нет, то я, наверное, на этом завершаю и буду ждать вас в книжном клубе «Цифровая гуманистика». Нель, спасибо большое, очень рада, что вы пришли и что мы с вами вместе поработали еще раз. Ну что ж, я отключаюсь. Всем еще раз большое спасибо, всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok